Вот, допустим, нормальные лёгкие. Здесь вполне нормальные лёгкие от человека. Здоровые лёгкие. Абсолютно симметричные легочные поля. Корни структурные. Сердце не увеличено. Обращаются к врачу, когда уже достаточно поздно, то лёгкие превращаются в такое вот сито. Как видите, всё оно обсыпано для вас белыми точками, скажем так, дробью. Это всё метастазы, это тотальное поражение лёгких метастазами. Это не кадры из фантастического фильма, это трагически развернувшаяся картина чьей-то жизни. Так выглядят лёгкие курильщика с онкологией. Стоит признать, что табак, ахилесовая пята многих из нас, тех, кто никогда в жизни не пробовал выкурить сигарету, на самом деле можно пересчитать по пальцам. Конечно, есть те, кто, попробовав раз, понял навсегда, что это ему совсем не по душе. Но подавляющее большинство, попробовав, не остановится уже никогда. Каждый волен поступать так, как ему угодно. Но важно отметить тот факт, что уже в 1977 году учёные изучили печальную статистику заболеваний раком, как следствие табакокурения. Показатели по Брестской области не радуют и заставляют задуматься. По факту же, что мы и имеем, порядка 60% населения Брестской области не являются курящими людьми, причём в абсолютном большинстве это мужчины. Но необходимо отметить последние годы рост женского населения, кто курит. Рак развивается независимо, у мужчины или у женщины. Если курит, опухоль будет. Вопрос только взаимосвязи длительности стажа курения и возникновения злокачественной опухоли. По факту это выливается в конкретные цифры. От 600 до 700 человек ежегодно выявляются только заболевания с первичной опухолью лёгкого. Среди этих 600-700 человек, если брать в процентном соотношении, 70-80% они курильщики. Иногда доходит до 90. Ещё страшнее прогнозы дальнейшей судьбы болеющих курильщиков. Из выявленных 600 случаев злокачественных опухолей около 300 человек умирают в течение первого года. За следующие 5 лет из оставшейся группы выживают только около 50-100 пациентов. Что делать? Бросать курить. Но беда курения в том, что вот так взять и бросить можно только бычок в урну. А вот завязать с десятилетиями тянущейся зависимостью отнюдь. Тягу к курению нельзя недооценивать. Она не безобиднее алкогольной или наркотической. Так считает и наш респондент. Назовем его господин Н, который курит и по сей день. Где-то после 8 класса попробовал, не понравилось. Тошнило, кашлял, но втянулся со временем. И вот на протяжении уже сколько лет? 50 лет получается. Нет, 45 лет курил. После операции как-то бросал на 9 месяцев, но потом попробовал и опять. Хорошего ничего нет. Так что я не советую никому начинать. Я бросал курить, но меня все время тянуло. Некоторые говорят, что не может запах дыма переносить, когда бросил курить, а мне наоборот как-то. Ну не было такого ощущения, что я полностью бросил. Меня тянуло все время. Всегда останется категория людей, которые будут либо отрицать до последнего, либо ссылаться на то, что они не могут психически, либо физиологически отказаться от курения. Если на данный момент пациент находится в стационаре, у него какой-то критический момент, он болеет, наверное, помимо болезни сверху заставлять его еще сразу бросить курить, ну не самый лучший момент. Но бросить должен каждый курить. Несмотря на имеющуюся довольно обширную информационную базу о вреде курения на здоровье человека, мнения у людей по-прежнему разнятся. Кто-то категорически против. Мне 64-й год, по жизни не курил, не курил. Дошкольные, можно даже так сказать, годы или первые школьные была попытка курить. Но, так сказать, родители погоняли, ну и можно так выразиться, что до сих пор не хочется. Но вообще, конечно, я не советую никому курить, потому что это, так сказать, здоровье у нас и так экология не весьма, а и вы, еще, так сказать, курильщики, уважаемые, сами себя гробите. Другие же за. А в период пандемии появился еще и миф, курение противостоит ковиду. Поливаемость курящих и не курящих коронавирусной инфекции, она одинакова и для тех, и для других. Есть некоторые особенности в течение самой коронавирусной инфекции у курящих людей, но чаще всего они в сторону негативную, чем какие-то положительные моменты из-за этого можно извлечь. Говорят, можно развить привычку за 21 день и избавиться от плохой привычки можно тоже за 21 день. Достаточно просто что-то делать или не делать в течение этого времени, и привычка или сформируется, или отпадет. Правда это или нет, не проверяли, а вот что ясно как день, так это то, что курение реальная опасность, уменьшающая число отведенных нам дней.